Итак, ребята, сегодня я спрятала по всему Брукхейвен 10 вещей. И сегодня я, конечно же, появлюсь, значит, с Брайсом. За каждую найденную вещь Брайс будет получать от меня 30 робоксов. Ребята, а я вам напоминаю, если вы хотите обзавестись вот такой же крутой футболочкой, и не только ей, переходите по ссылке в описании к этому видео, в группу Брайса, и приобретайте там такой крутецкий мерч, как вот у меня, или как у самого Брайса, ребята, ну вы понимаете, да? Брайс уже, значит, вот приперся сюда. Я предлагаю ему начать искать предметы, которые я спрятала в Брукхейвен. Сразу хочу оговорить то, что все предметы спрятаны вот на этой стороне. То есть вот в этой округе Брайс может начинать искать, а не ковыряться и копать говно. Он может заходить в любые места здесь, то есть ему далеко, в принципе, убегать не нужно, все достаточно просто. Я, в принципе, спрятала очень хорошо, и Брайсу реально надо как-то постараться. Брайс тут ничего не нашел, поэтому отправляемся с ним в следующее местечко. Мы, значит, забегаем вот сюда и смотрим, что же тут нашел Брайс. Что здесь такое? Что вот это? Маникюр хочешь сделать? Скамейка? Значит, что ты нашел или ты просто решил присесть? Так, ну скамейки у нас вроде нет. Так, тут Брайс ничего не нашел, что могу сказать? Прикольно. Забегаем в мороженое. Я реально по всему Брукхейвену, ребят, спрятала предметы. Я обязательно их покажу в конце видео, что здесь такое. Если Брайс что-то находит, он может писать это в чатике, да, я подсказывать не буду. Если он думает, что нашел какой-то предмет, например, я не знаю, он тут пишет, нашел мороженое, да, пишет вот здесь мороженое. И все такое. Будем потом сверять его ответы, да. Или он может написать мороженое в здании с мороженым, да. Ну вы поняли, ребята. Забегаем вот сюда. Здесь смотрим, вот такие автоматы есть. Смотрим, что же я здесь-то могла такого спрятать. Пока Брайс не заработал ни одной монеты, ребят, ни одного робокса. Напоминаю то, что одна вещь это 30 робоксов. Поэтому, если Брайс что-то находит, он может написать об этом в чатике. Потом будем проверять. Ждем, ждем, когда же Брайс справится. Надеюсь, то, что он что-то... Так, он что-то нашел. Давайте посмотрим. Он написал что-то в чатике. Все, поняла, хорошо. Дальше смотрим, что же Брайс найдет. Первую вещь он какую-то нашел. Потом в конце я буду говорить, правильно это или нет. Я не буду ничего повторяться вот это. Что, куда, господи, он полез? Там ужас какой-то. Что он делает? Я не понимаю. В какую-то дыру залез. Ждем, когда он все-таки сообразит. И уже, я не знаю. Если что, в каждом месте спрятано по одной вещи. Или, может, нет, я не помню уже. А может и не по одной. Вроде не по одной, а может по одной. Что же тут Брайс у нас вот такого поставил, нашел, увидел. Я не знаю. Здесь у нас солярий. Может, пока Брайс ищет, может, в солярий сходите? Так, погружаемся, загораем. Может быть, что-то здесь Брайс нашел? Я загораю. Так, Брайс там, походу, ушел? Я не знаю, куда-то свалил? Я еще не это. Не поняла. Так, забегаем. Тут я уже, знаете, позагорал. Посмотрите, какая загорелая дерево. И у нас, вроде как, как я поняла, автомат в аркейд этом клабе. Куда Брайс побежал? Если что, на всей этой стороне. На всей этой стороне. То есть, не в плане стороны домов, а в плане стороны улицы, если что. Так что, ты можешь не бегать только по одним и тем же местам. Ну, я так, сдала маленькую подсказочку. Забегаем. Куда мы забегаем? Я не знаю. Куда-то он тут кружится, вертится. Ничего не понятно, ребята. А время-то идет. Гидрант. Хорошо. Отлично. Третье. Это гидрант. Смотрите, он нашел каких-то три предмета. И могу сказать, куда-то он забежал. А, его потерял. Вот сюда он забежал. Смотрим, что он нашел здесь. Ну, или не нашел. Смотрим, ждем, когда он тут что-то поставит или не поставит. Ну, я, ребята, суперсложно все поставила. Поэтому найти мои предметы действительно очень-очень сложно. Ждем, когда Брайс найдет уже что-то здесь или не найдет. Здесь, на самом деле, кстати, вот если бы я здесь, в общем, очень сложно что-то найти. Потому что здесь, в принципе, очень много всяких вещей, да. То есть, стулья, цветы, я не знаю, книжные полки, всякие столы рабочие. Поэтому тут реально сложно будет найти. Ну, а может, я вообще тут ничего не спрятала на самом-то деле, да. И Брайс просто тратит время. Дальше забегаем в Клабрукс. И смотрим, может быть, я здесь что-то спрятала. Брайс у нас, если что, ограничен по времени. У него осталось где-то примерно 2 минуты. После этого я буду показывать. Напоминаю то, что Брайс нашел только 3 вещи из 10, ребята. 3 вещи из 10. Вещей еще очень много. Брайс что-то кружится, вертится, ничего не пишет. Поэтому, я так понимаю, не нашел. Бегает по одним и тем же, блин, местам по 100 раз, не знаю, в надежде что-то найти. Хотя, я не понимаю, почему он не забегает в полицейские участки, в больницы. Тут, я сказала, на всей улице. Как-то ему не это, хочется по-другому. Итак, забегаем. Наконец, дошло в полицейский участок. Может быть, здесь я что-то спрятала. И он сможет это отыскать. Значит, Брайс бегает и ищет. Не может вообще ничего найти. Еще и гонит на меня то, что я ему не так все объяснила, и он ничего не понял. Даже если так, он все равно бегает и ничего не находит. Поэтому, вообще, все равно. Где ты вообще? Где Брайса? Где ты нашел? Напиши в списке. Брайс что-то говорит, что нашел. Цветок. Ага, поняла, значит. Цветок нашел. Ребята, 4 вещи. И сейчас посмотрим, сколько времени у него осталось. Последние 30 секунд у Брайса. И после этого я начинаю показывать, какие вещи и где я спрятала. Что могу сказать? Давай, Брайс, давай. Брайс, у тебя есть 30 секунд, чтобы найти то, что я спрятала. И надеюсь, что у тебя это получится. Выбегаем, забегаем. Вот так что? Ничего не получается? Походу, ничего. Ну да, помещения слишком большие. Что тут скажешь? Ну что, ребята. Я надеюсь, что вы волнуетесь за Брайс и желаете ему, конечно, победы. Но, к сожалению, время уже истекло. И Брайс проиграл. Что могу сказать? Он все равно бежит. Он испытывает последнюю надежду. Но, если даже Брайс уже что-то найдет, я не засчитаю, потому что время истекло. Что могу сказать? Брайс у нас нашел, значит. Это, я так понимаю, игровой автомат. Дерево, гидрант и цветок. И Брайс со своих находок заработал 60 робоксов. Давайте покажу, где же были спрят... Показываю, где же я что спрятала. Итак, забегаем вот сюда, в таунхолл, где Брайс. Так, забегаем вот сюда, в driver's license. И получаем здесь вот этот стул, который я поставила. Брайс, да, здесь этого стула изначально не было. Я могу его полностью регулировать. Это первая вещь. Выбегаем и забегаем в больницу. Брайс сейчас будет обидно, потому что он прямо мимо пробежал и не заметил вещь, которую я спрятала. Тут я тоже спрятала стул. Забегаем вот сюда и находим вот этот вот потрясающий стульчик, который стоял сбоку. Дальше выбегаем и забегаем в полицейский участок. В полицейском участке у нас было спрятано целых две вещи. В одной это, конечно, цветок, который смог найти Брайс, чем я его поздравляю. Да, это первая вещь, которую он нашел. И вторая, это был тоже вот стул, который здесь вот просто стоял на видном месте. И Брайс просто пробежал мимо, его не заметил. Но если бы он обратил внимание, что здесь в полицейском участке стоят только скамейки, он бы понял, что стул это дополнительная вещь. Вторая вещь, которую нашел Брайс, это, конечно, как раз таки вот этот автомат в Аркейд Клабе. Это реально круто, он молодец, потому что автомат, я думала, он точно не найдет, потому что, блин, здесь тут куча. Но он смог найти. Что-то ему помогло, скорее всего, выдало то, что в него нельзя поиграть. Выбегаем и забегаем вот сюда, в Hair and Nails. И Брайс тут был целых два раза и не заметил. Тут обычный стул, которого здесь тоже раньше не было. Он, короче, не заметил просто этот стул, и он работает стоя. Дальше, следующая вещь у нас находилась... Брайс вообще решил сюда не забегать, но следующая вещь у нас находилась прямо здесь под лестницей. Ее было просто крайне легко найти. Положила скелет. И сразу забегаем на верхний этаж, и здесь в цветке я тоже спрятала вот такой розовый маленький цветочек. Но Брайс вообще решил не забегать в это место, он решил его полностью проигнорировать. Вместо этого забежать два раза в Hair and Nails и не заметить ничего. И последняя, ребята, вещь, последняя вещь, которую я спрятала, находится в детском саду. Мы забегаем вот сюда и бежим прямо в детский сад. И здесь находим вот такой синий подарочек. Подарочек я вот так спрятала, но Влад смог найти хотя бы два предмета. На самом деле это уже хорошо, он заработал с меня 60 робоксов. Вы можете поздравить его в комментариях. И если вам понравился такой формат видео, обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы я смогла сделать вторую часть. Продолжение следует...